Всем привет от Юлии и Оксаны из Алабаны. Итак, друзья, добро пожаловать на канал Все новые подписчики. У нас есть целый сериал с моей землячкой Юлией из Ташкента. В главной роли она рассказывала о своем доме, о своем замужестве, как училась здесь, как работала в университете. Так что Юля у нас талантливый человек и делилась о своей жизни. Давно ее не было на канале, потому что на нее родился ребенок. И сегодня мы вам расскажем про... что мы расскажем сегодня? Про христианскую школу, в которой учится Алеша. Это частная школа. Как ты узнала про эту школу? Через мою подругу Диану. Ее сын тоже учится сейчас в третьем классе. Она очень хвалила и очень рекомендовала. И мы решили отправить Лешу сюда после одного года в публичной школе. Обычной, да. Государственной. Да, у всех сразу будет вопрос первый. Сколько стоит? Эта школа недорогая. Всего 6 тысяч в год. Плюс там берут разные фии. И также они собирают донирование. Донирование, донаты, да, пончики. Донируют деньги, в общем, пожертвования. Да, в общем, пожертвования, точно, точно. Второй вопрос я знала у подписчиков был бы. Во сколько начинаются уроки у детей, у первоклашек? У всех, по-моему, здесь в одно и то же время начинается 8 часов. Я знаю, что у нас в государственной школе начинается 8.20. Здесь 8, и с 7.30 до 8, или лучше 7.50, нужно скинуть своего ребенка. И после 8 уже опоздание. То есть вы возите? Возим, здесь нет автобусов. У частной школы автобусов нет. Что касается ланча. Вот в Обаме, в обычной школе ланчи бесплатные всем, независимо от дохода. Здесь ты платишь за ланч? Да. Но здесь есть опции. В общем, здесь у нас есть кухня, то есть есть ховар, который готовит ланчи. И ты можешь заказать на неделю вперед ланчи. Ты можешь выбрать определенные дни. Они дают меню на месяц. Ты выбираешь, например, вот на этой неделе вот это блюдо мой ребенок не ест. Ты можешь взять и не включить это блюдо или этот день. И послать свой ланч. Или ты можешь просто не покупать ланч и просто паковать свой ланч. Понятно. Я знаю, значит, какой-то другой вопрос, раз спросили бы. Сколько дней? Пять дней, шесть дней в неделю? Пять дней в неделю с восьми до двух пятидесяти. Два пятидесят и должен забрать своего ребенка. Понятно. Кто вас забирает и привозит? Ты? Привожу, я забирать муж. Понятно. Дальше. Какие-нибудь экскурсии мустраи, вот когда на автобусе везут куда-то там? У них было два, называется филдшип на английском. У них были две экскурсии. Одна была пока в библиотеку. Вторая была на Christmas Carol. Это мюзикл. Рождественская песня, мюзикл они смотрели. А весной у них не было ни одной. Так что... Ну это нормально, это нормально. Они и не там... Как вам с вами учительница? Она вам нам e-mail посылает? Или там у нас есть приложение, и учителя через приложение пишут сообщения, там какие уроки и все такое? У нас тоже, да, есть приложение, в котором учительница пишет сообщения всем родителям или конкретно какому-то родителю. И также она выдает баллы ребенку, например. У них есть баллы за поведение. Там, в общем, там зап, как бы говорится, хорошо, плохо, и она объясняет, что случилось. Наша учительница, она очень хорошая, она очень коммуникабельная. Особенно по сравнению с государственной школой, когда учительнице вообще не видно, не слышно было, не дозвонишь, не допишешься. Эта учительница, она старается рассказать мне абсолютно все до деталей, что случилось с Лешей, если там какой-то случился инцидент, не знаю, с синяком, или что-то он ударился, или что-то еще. И у Леши были небольшие проблемы с поведением. Мы его недавно водили к психологу, диагностировали его с ADHD. ADD, это как бы гиперактивность, хотя у него она не сильно проявляется, проявляется в том, что он просто любит сдавать разные звуки, смешить класс, ну, в общем, и веселиться на уроках, грубо говоря. Ну, она как бы помогала, наделала ему и как бы таблицы за стикерами, чтобы его поощрить. То есть она его не ругала, она старалась его поощрить наклейками, там, хорошим хвалить его, когда он, то есть, что-то делает хорошо, но не ругать, и мне это очень-очень нравится. И она всегда мне что-то напишет, то есть у нее очень отличная коммуникабельность. То есть я очень беспокоюсь, как будет насчет второго класса, какая попадется ученица, потому что каждый год в американской системе идет новая учительница, а не такого, что как у нас, пришли в класс и пять лет отучили с одной учительницей. Каждый год знакомишься с новой и не знаешь, какая попадется, понравится ли твой ребенок или понравится ли она ребенку. То есть вот будем ждать и смотреть, что будет во втором классе. И здесь правило. Слушай говорящего с первого раза. Follow directions. Это то, что тебе говорят, делай с первого раза. Используй inside voice. Inside voice это, ну, в общем, говори тихо, а не ори. Почему? Вот так. Ну и в портфелях висят, видите, как шкафчиками. Сегодня торжественный день. Сегодня 28 апреля. И сегодня в нашей школе Grandparents Day, что означает приглашать бабушек и дедушек, чтобы они посмотрели своих внуков. Внуки, детки делают мини-концерт. И к ним спели несколько песен, рассказали стишочки. Смешные изображения отослали. В общем, слайд-шоу мы посмотрели. То есть это был мини-концерт, чтобы поблагодарить бабушек и дедушек за их поддержку, да? Да, вот. У нас в основном на юге здесь как бы детей заводят очень рано, и они как бы как родились на юге, так остаются на юге живут, южане, и у них в основном по две пары бабушек и дедушек придут. В нашем случае у нас только одна бабушка, которая сейчас в Талахасе не смогла приехать, и я позвала Оксану. Оксана очень любит Лешу. Она очень поддерживает. И он был очень-очень рад, когда я ему сказала, что Оксана придет, и он взял у меня открыточку такую. Он прям, когда уже этот день? И когда она придет, и когда он увидел ее машину сзади, она говорит, вот она едет! И он спросил, она будет меня записывать на видео? Потому что он смотрит разных блогеров. Я говорю, да, Оксана блогер, она тебя запишет и все тебя увидит. Ну так, да. Так что да. Так что Оксана у нас сегодня как godmother. Да, как крестная мама. Я помню его. Я помню, когда мы с тобой познакомились, мы были в русско-православной, в греческо-православной церкви на каком-то празднике рождественском. Я когда с тобой познакомилась, узнала, что мы землячки, и у тебя ребенок был, ему еще годика не было, он был еще маленьким. И я давай его тиск и все. И вот с тех пор мы дружим, на праздники собираемся, общаемся. Вот так. Мне Алекс сделал открытку. Смотрите, по-русски написал Оксане. Смотрите. От Оксани, от Алеши. Смотрите, какая красота. Я на холодильник дома повешу. I love you and I want to be with you always. Как здорово. Я люблю тебя с тобой, хочу быть всегда. Ох, ты мой сладкий. Это для бабушек и дедушек. Они делают это Лёше приложение, когда можно его состарить. Они сделали у вас всех деток. И бабушка с дедушкой, как для фана, берут себе поржать, грубо говоря, в своих внуках. Прикольно. Он похож на мою бабушку. Да? Да, она умерла 14 января. Ну, не знаю, царствие небесное. Да. Прикольно сделала. Сейчас мы находимся на улице. Это их большой двор. Огромная площадка. И это здание, эта школа, она при церкви получается, да? Или это как отдельное здание? Здесь есть церковь тоже, да. Но все частные школы в Америке, они все религиозные. То есть, поэтому религия здесь входит. Здесь как бы ты не обязан быть религиозным, чтобы вступить в школу, чтобы тебя приняли. Но детки будут изучать Библию. У них будет Bible Study Class. Они будут ходить в церковь у нас по вторникам. Называется Chapel Day. Они одевают специальную униформу для этого дня. Наряжаются. И вот у них проходит как бы мини-сервис или месса, как у нас говорится, такой церковный. Легко ли попасть в такую школу? Не очень сложно. Но сейчас очень большой набор детей. И все должны обязательно пройти тест. Леша проходил тест. Мы тоже беспокоились. Но он прошел-прошел, и его приняли. Школа эта очень небольшая. Например, у нас идет всего лишь по два класса. То есть, первый класс и параллельный первый класс. Второй класс, параллельный второй класс. То есть, по два класса всего лишь идет. Эта школа не идет до колледжа. То есть, у нас кончается middle school. То есть, средняя школа. А в high school нужно уже идти в другую школу. Но она очень славит своим академическим... Боже мой, у меня русский вообще меня покинул. Как у нас по-русски будет? Программа. Программа. Академическая программа очень сильная. Например, Леша в садике, когда ему было 5 лет, он посещал Киногарден. Он еще не умел читать. Хотя, как бы они пытались читать, когда он пришел в школу, я его не учила. Он научился читать в школе сам. То есть, они учат очень хорошо. Мне очень нравится. У них другая система именно по чтению. Они учат фонограммы. То есть, в школах, в публичных, учат просто буквы, какие они делают звуки. И учатся просто запоминать, как видят слово, как его читать. Здесь они учат фонограммы, то есть, слога сочетания и буквы сочетания, какой звук она дает. Поэтому они потом могут читать все. То есть, он очень быстро умеет читать. И сейчас он протестировал, сочетает на уровне почти третьего классика. Очень нравится программа здесь. Здесь также есть у нас музыка, арт. Искусство, рисование, да? Они занимаются... Можно записать своего ребенка на баскетбол, на футбол. И на баскетбол, по-моему, тоже. Девочки занимаются cheerleader. Как-то вот так. Вот также у Леши, например, участвовал на art competition. Один был внутри школы, а второй был организован в Providence Hospital, это госпиталь у нас. И там был фестиваль цветов. Тематика была японские сады. И Лешин рисовал картины. И он получил honorable mention. То есть, почетное место, да? Как это? Да. Вот. То есть, ну, очень пытаемся участвовать. Здесь также можно взять уроки фортепьяно. Ну, Леша, это не очень нужно. Вот. Но это все идет в течение школьного дня. То есть, например, вместо какой-то перемены, или что ты можешь выбрать, там, экстра математики, ребенок идет и занимается полчаса фортепьяно. Сейчас просто те подписчики, кто тебя видит впервые, подумают, почему она сказала, что Леша это не нужно. Потому что я сама пианистка, сама преподаю фортепьяно. И Леша, как бы, преподаю Лешу из пяти лет. Он уже выиграл... Один конкурс, он занял второе место. Это было между пятью штатами. И он выступил в Карнике Холле, когда ему было шесть лет. И второй конкурс, это был международный конкурс в Канаде. И он тоже получил второе место. Напишите, если вам интересно, чтобы я пришла к Юле домой, и мы поговорили на эту тему, про музыкальное образование ее сына. Потому что это единственный, кто в возрасте шести лет ребенок играл в Карнеги Холл, да? Да. Это такая редкость. Редкость, да. То есть, как говорится, тот самый маленький мальчик, который прыгает и поет, и приносит тете Оксане открытку. Он уже играл в Карнеги Холл, потому что он пианист. Да. Большинство частных школ обязательно нужно пожертвовать деньги, донировать деньги. То есть, не только платишь, но еще и жертвуешь. Да, обязательно. У них есть минимум, который ты донируешь. Например, когда у нас был осенний фандрейзер, как называется, минимум было 250 долларов донировать. И они просили, если вы можете, давайте больше. Школа небольшая, поскольку у нас здесь только с K-2, как бы, нет, с K-3, с 3-го, с 3-х лет до конца middle school. И они собрали почти 100 тысяч за этот фандрейзер. То есть, это сколько родителей дали сами по себе. Также у нас была в школе 40 лет всего, и у нас была, как бы, юбилей-гала, где собрались родители, там был очень вкусный ужин, и был silent auction, то есть, как зовут по-русски, в общем, аукцион, на котором ты что-то вроде как покупаешь, но покупаешь, это не за те деньги, сколько оно стоит, а намного больше, чтобы донировать в школе. И тоже они собрали около 30 тысяч долларов, тоже, опять, это только донирование. Они, ну, они очень, как бы, говорится, transparent, потому что они говорят, куда уходят деньги, они пытаются делать security, чтобы, у нас везде здесь камеры есть, чтобы школа, как бы, была безопасна, чтобы не пришел опять человек с ружьем и перестрелял всех, потому что, кстати, когда, если вы слышали, в Нэшвилл, как раз-таки, это была одна из этих, наша школа, это тоже была Камнинг Кирченску, где пришел это мужчина или женщина, потому что это было transgender, она или он, я не знаю, как, она пришла с ружьем, двери, хотя у них был security очень закрытый, все заперто, она простреляла стекло, прошла, убила, по-моему, трех преподавателей и трех детей, ну, в общем, вот, и, ну, очень опасно. Все, большинство людей очень боятся вот этого случая, когда американцы приходят с оружием и убивают детей в школах. Причем, обычно это и случается, в high school, где постарше детки, а тут она пришла, как бы, в elementary школу и перестреляла маленьких деток, 9 лет где-то. Вот, то есть, мы стараемся, как бы, чтобы они хотят установить более сильное security, чтобы никто не пришел и не перестрелял наших деток. вот я прошла оттуда, мы делали интервью на этой детской площадке и здесь для всех, кто пришел, кофе, лимонад и вода. Вот, мне предложили выпить. там будет площадка, где дети будут скоро играть. Итак, друзья, кто на канале недавно, я в главном комментарии закреплю телесериал с Юлей о ее жизни в Америке. Плюс и минус Алабама я готовила для вас, несколько месяцев назад выпускала. и мой плейлист «Школа в Америке», потому что все мои три сына родились в Америке и они все ходили в американские школы. Средний заканчивает последний класс на домашнем обучении, самый младший в седьмом классе, а старший на третьем курсе университета заканчивает третий курс. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А что за кадром? А что за кадром? Колеса, коляску тебе надо, да? Сделать. своих внуков некто хоть чужих детей по обожаю маленьких и и и и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Фирма какая-то, я не знаю, что за фирма Очень приятненький подарочек